Дорогие друзья, сейчас мы с вами научимся частый вопрос вообще, как изменить Django Port по умолчанию. По умолчанию, в общем, 8000. Как сделать свой? В данном случае у меня запущен один и тот же проект, но по сути дела запущены два приложения. При этом, если, допустим, я обновляю, да, то смотрите, вот здесь написан порт 8001 и действительно он открывается. 8001, а этот проект, допустим, запускаю, и здесь будет у нас 8002, да, так я для себя решил. То есть, по сути дела, как видите, если бы у меня было во всех приложениях 8000, то второй сайт я не мог бы запустить, да, на одном и том же порту. По сути дела, вы можете работать с разными виртуальными окружениями и использовать разные порты. Зачем это нужно? Ну, например, у меня один проект тестовый, а второй чистовой. Понятно, что я, прежде чем что-то делать, допустим, я вот делал плеер, да, я его проверяю сначала в тестовом. Хотя все файлы одинаковые. Проверил в тестовом. Да, мне нравится, там я знаю, что могу, все, что делать хочу. Почему? Потому что, ну, здесь, во-первых, у меня, я не ставил никакую... Сейчас, сейчас... Что хотел сказать? Немножко запутался. Не запутался, а здесь, в тестовом проекте, я делаю для себя просто. То есть, если в нормальном проекте у меня, как правило, установлена MySQL, да, база, то здесь Escalade. Если мне что-то там не нравится, не ходит, я тут не добавляю никакую информацию, я тупо не пошло что-то, базу удалил, новую создал и уже по-другому. Ну, у меня такие вот свои принципы. Ладно, давайте научимся, как изменять порт. По умолчанию это очень просто. Вам первое надо открыть виртуальное окружение, которое вы создали. Ну, давайте откроем абсолютно любое. В данном случае, в данном случае, вот открою. Дальше мы заходим в папку Lib, да, как обычно, там версия Python наша, и ищем пакет, сайт, ну, пакеты для сайтов, да, сайт я не буду выговаривать, у меня никогда не получается выговорить это слово. Дальше ищем наша Django, да, наш Django пакет. Не буду сейчас использовать поиск, просто я примерно знаю, где он находится, да. Так, ну, в другом редакторе было быстрее. Вот она, да, Django. Дальше открываем папку Ядро, нам надо, да, Core. Дальше, следующее, открываем менеджмент папку. И находим папку Коммандs. Здесь есть файл. Рун сервер, да, открываем его. Откроем Visual Studio, да. И что здесь нам надо найти, вы догадались. Default порт. Вот у меня раньше, ранее здесь был 8000, и я просто выставил то, что мне надо. Любую цифру. После этого нам достаточно перезапустить браузер, но я пока поставлю, допустим, 8003. Так, у нас было 8002. Сейчас я посмотрю, это в этом или нет. Вот, уже 8003, да, видите. По умолчанию, 8003. Ну, я верну на 2. И опять запущу, перезапущу. 8002. Ребят, сложное что-то. Я читал, там многие варианты выдумывают. Но, по-моему, сделали проект, один раз прошли по этому пути, установили койпорт, и у вас всегда будет запускаться. Потому что кто-то там предлагает Python, Python, manager, pyrund server, да, там указывать порт. Ну, кому как удобно, но это путаница. Так сделали и все. По сути дела, банально, да, согласитесь, и просто, и совершенно не надо ничего запоминать. Все, ребята, успехов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...